После обеда выпиваются чай, кофе и начинается философия. Можно целый час кверху пузом валяться и рассуждать, спорить, удивляться. Вот и Сергею Львовичу сегодня не до сна, потому что так задумано по сценарию. Итак, барт опера, опера-барт опера, про Таргантериевого слона, завхоз исполняет арию. Ария Сергея Львовича. Почему-то все считают, что я должен быть завхозом, и пришлось мне согласиться с общим мнением людей. Я купил гвоздей в хозмаге и решили всем колхозам, что завхоз я. Ну и ладно, значит я завхоз, окей. Общественное мнение, оно такое, предъявят обвинение, и все такое. Такое я не противоречу, я живу, дышу, простите, можно ухом чешу. И приходится следить мне за, опять забыл название, а расходным материалом. Ах ты, божечки мои, помнить, где чего хранится, прибираться тут за ват. Но зато всегда порядок в нашем лагере стоит. Гражданская позиция моя такая, я еду в экспедицию, и там копаю, но отдалу чревоугодие. Вообще палеонтолог очень метеозависим. Если солнышко копает, если дождь, то не копает. Мы тут все-таки команда, не боровим и не деснем. Если что, завхоз пошутит, это очень помогает. Не то чтобы я клон, просто мне несложно сказать смешное слово в шутку. Недорожка и улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Ничего там говорить, вода в реке уже согрелась, Сейчас купаться можно будет или вовсе загорать. Но сначала за работу мы должны забочить дело. До свидания, дорогие, ваш захоз пошел копать. Мне нравится копать, все меньше, господа. Но через год опять приеду я сюда. Зима мелькнет в огне моем медвежьим сном. В нем будет снится мне, что бесконечен слом. Гражданская позиция моя простая. Я еду в экспедицию, и там копаю, но долой, чревоугодие. Я еду в экспедицию, и там копаю, но долой, чревоугодие. Я еду в экспедицию, и там копаю, но долой, чревоугодие. Я еду в экспедицию, и там копаю, но долой. Продолжение следует...